Неделя иностранного студента. Уборка на территории общежития деревни Универсиады. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Арина Мухаммедшина. Третьи международные фиджитал-игры позади. В минувшие выходные на специальном полигоне в Казань-Экспо состоялись финальные шоу-бои в формате Королевской битвы. Участники дисциплин CSGO и Warface сразились в новом тестовом варианте лазер-так. По правилам Королевской битвы на площадке находятся от 16 до 20 игроков. Оружия у них при себе нет. Его нужно найти на полигоне. Регулярная уборка территорий Казанского федерального университета является одним из основных требований в снежную зиму. На одном из таких мероприятий побывал Амир Ахтямов. В деревне универсиады Казанского федерального университета прошла уборка снега. По словам руководства общежития, в приоритете стоит безопасное и качественное передвижение студентов на его территории. Мы организовали постоянную уборку как внутренних, так и наружных территорий деревни универсиады. Для этого привлечена организация, которая на конкурсной основе осуществляет уборку территории деревни универсиады. Более 60 человек, в том числе 3 человек на улице. На данный момент кампус полностью очищен и приведен в порядок. Важно, что сейчас здесь проживает свыше 9 тысяч человек. Работа не прекращается ни на минуту. Для уборки задействовано несколько единиц техники. Это трактора белорусы, коммунальная техника с щетками, с отвалами. Это амкадоры, это саватары-покрутчики. Также задействованы КАМАЗы на вывоз снега. То есть в настоящее время задействовано порядка 60 человек на уборке внешней территории. Уборка происходит в круглосуточном формате по мере выпадения снега. Также после того, как снег выпал, наша компания занимается вывозом снега с территории. Раз в месяц уж точно, наверное, опрос производим. Вот совсем недавно, буквально в декабре месяце у нас проходил, перед началом экзаменационной сессии, встреча проректора по хозяйственной деятельности Алмаза Мивоззиховича со студентами. И производился опрос, каким образом реагируют на устранение тех или иных недостатков, тех или иных вопросов, возникающих бытового характера в коммунальной сфере. Как сообщил директор студенческого городка, любой желающий студент может оставить заявку с замечаниями на официальном сайте общежития деревни Универсиады. Амир Ахтемов, Александр Кунецов, Универньюс. В Казанском федеральном университете стартовала неделя Института коррекционной педагогики Российской академии образования «Детство равных возможностей». Подробнее о мероприятии узнавала наш корреспондент. 13 февраля в Институте психологии и образования Казанского федерального университета стартовала неделя Института коррекционной педагогики Российской академии образования. Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан. На заседании присутствовал Андрей Выборнов, начальник отдела высшего среднего профессионального образования и науки аппарата кабинетов министров Республики Татарстан. Разрешите от имени руководства Республики Татарстан поприветствую всех участников недели Института коррекционной педагогики в Республике и поблагодарить директора Института Татьяну Александровну Соловьеву за выбор Татарстана в качестве экспериментальной площадки для определения стратегических направлений развития в образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидности. От лица Казанского федерального университета на мероприятии присутствовал Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям Казанского федерального университета, который отметил важность проведения подобного рода мероприятий. Действительно очень приятно, что Казанский университет и институт психологии образования стал площадкой для встречи по действительно такой важной теме, теме, которая обсуждается у нас достаточно давно и обсуждается, и, собственно, переходит уже в программу повышения, в квалификацию управленческих решений, в реальную практику наших образовательных организаций повседневных. В первый день в пленарном заседании были проведены научно-практические семинары, где обсудили вопросы образования детей с расстройством аутистического спектра. Первым с докладом выступил директор Института психологии образования Айдар Калемулин, который рассказал о роли Казанского федерального университета в подготовке педагогических кадров. В условиях нехватки просто учителей, специалистов, я не буду давить на больные мозоли, все вы их прекрасно знаете, необходимо менять работу по привлечению в школы выпускников педагогических вузов Казанского федерального университета. Детство равных возможностей будет проходить в период с 13 по 17 февраля. В ходе проведения недели Института коррекционной педагогики Российской академии образования сотрудники проведут обучающие мероприятия, изучат региональный опыт, а также посетят коррекционные образовательные учреждения. Аделина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. 13 февраля в Казанском федеральном университете стартовала неделя иностранного студента. Подробнее в своем сюжете наш корреспондент. Неделя иностранного студента в Казанском федеральном университете в этом году проходит сразу на нескольких площадках. Инициативу проведения целой серии мероприятий проявил Институт международных отношений и его соорганизаторы. Ведь для университета привлечение иностранных студентов остается важной задачей. Результаты работы высокие. По итогам международного сотрудничества в сфере образования сейчас в учебном заведении обучается более 11 тысяч иностранных студентов из 101 страны мира. Порядка 350 соглашений подписаны с различными университетами из более чем 80 стран сегодня. Я хочу сказать, что действительно задача университета – это экспансия, это расширение. Сегодня Казанский университет узнаваем в мире, во многих странах мира. Важный для нас – это отбор наиболее талантливых, наиболее амбициозных и мотивированных студентов. И такие есть в каждой стране на самом деле, которые могут не только закончить курс обучения, но и действительно внести важный вклад в научную деятельность, в свою профессиональную деятельность. Может быть, даже остаться в России и сделать здесь класс, стать предпринимателями – такие тоже есть. Напомним, что программа 2023 года включает в себя не только квесты и экскурсии для студентов, но и лекции профессоров различных университетов стран мира, встреча с генеральными консулами нескольких республик, уроки иностранных языков, а также презентации профильных клубов университета и даже олимпиаду по русскому языку как иностранному. Завершится серия мероприятий праздничным концертом – лунным Новым годом. Я думаю, что иностранным студентам Казанского федерального университета стоит пожелать достижения новых высот, развиваться не только в образовательной сфере, но еще и развиваться в научной, в творческой деятельности, найти здесь единомышленников, раскрыть свой творческий потенциал. Я думаю, что это, наверное, мои главные пожелания всем иностранным студентам, да и всему студенчеству Казанского федерального университета. Отметим, что скоро в рамках расширения сферы взаимодействия с иностранными студентами состоится выезд в Индонезию. В Джакарте пройдет образовательная выставка, на которой будет представлен Казанский федеральный университет. Работа планируется и в других направлениях – Иран, Колумбия, Эквадор, Египет, Турция, Китай и Африка. Алина Красильникова, Фаридзе Хитагвы, Универньюз. Накануне в столице Татарстана состоялся концерт группы «Кино». Как группе удалось воссоздать голос легендарного Виктора Цоя и как его творчество продолжает жить среди молодежи, расскажет наш корреспондент Маргарита Михайлова. Легендарная группа «Кино», покорившая советскую публику 80-х, стала настоящей классикой. Накануне, впервые после воссоединения, команда посетила столицу Республики Татарстан. Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов привезли с собой целое шоу. В основу программы лег оцифрованный голос Виктора Цоя. Спустя столько лет фанаты, которые и не надеялись услышать кино вживую, смогли осуществить свою мечту. Группа «Кино», она у нас, собственно говоря, присутствовала уже в виде именно вот таких вот новых романтиков. Они же принесли новый стиль. Нам уже не нужно было слушать только-только «Депеш Мод» или «Джой Дивижн» или группа «Кьюа». У нас появились свои кумюры. Музыканты после выступлений в других городах с удивлением отметили, что на концерт приходят не только те, кто полюбил группу в советское время. Немало у кино и юных поклонников. Объяснить это можно не только тем, что фанаты воспитывали своих детей на песнях любимой группы. Творчество кино не раз охватывало новая волна популярности. К примеру, песня «Кончится лето» стала частью тикток-мима с Томасом Шелби. Количество просмотров видео по хэштегу «Я выключаю телевизор» перевалило за 25 миллионов. Неудивительно, что только на концерт группы в Казани собралось более 10 тысяч зрителей. Эту группу я знаю с детства, потому что мой отец постоянно слушал песни группы «Кино», и я вот тоже подцепил от него это и, можно сказать, подсел на эту группу. Никогда не видел, вот поэтому и приехал сюда, чтобы посмотреть, увидеть, послушать, получить удовольствие. Те самые хиты, которые связывают поколения, прозвучали в Татнефть-арене в совершенно новом формате. Каждую песню организаторы синхронизировали с кадрами реальных выступлений. В этот вечер Цой был жив не только в сердцах тысяч зрителей, но и на сцене. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Спортивно-оздоровительные выезды студентов и сотрудников Казанского федерального университета «Поезд здоровья» в самом разгаре. Какие мероприятия подготовлены для участников, расскажем в сюжете. 4 февраля в Казанском федеральном университете стартовал сезон «Поезд здоровья» 2023 года. Каждые субботы в воскресенье студенты и преподаватели вуза в астрономической обсерватории имени Энгельгард оплекаются от своих забот в условиях снежной зимы и катаются на лыжах. 12 февраля в оздоровительном заезде поучаствовали Институт информационных технологий и интеллектуальных систем и Институт математики и механики имени Лобачевского. Здесь я нахожусь в первый раз, но катание мне понравилось. В принципе, можно будет приехать и во второй раз. Тут, в принципе, все оборудовано, все выдают. Палки, лыжи хорошие, трасса пригодная для катания. Департамент по молодежной политике совместно с Общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта принимает активное участие в реализации здравительного проекта. Отправление на автобусе организовано от КСК КФУ «Оникс» до астрономической обсерватории. Далее по программе катание на лыжах или прогулка по лесу, перекусы, горячий чай, а затем отправление обратно в Казань. Участниками поезда здоровья становятся как бывалые лыжники, так и ребята, которые до этого не были знакомы с полозьями для передвижения по снегу. В нынешнем сезоне запланированы 23 выезда. Участие в мероприятии может принять любой желающий студент. Узнать подробности можно в отделе организации физкультурно-массовой и спортивной работы по телефону 233-72-86. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс. В Казанском федеральном университете стартовало открытие совместного проекта Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан и Казанского федерального университета «Школа избирательного права». На этом все. В студии была Арина Мухаммедовна. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин